Проблема с парковочными местами существует фактически во всех дворах Обнинска. Решить наболевший вопрос во дворе, где находятся дома с адресами Калужская 9 и Маркса 104, взялся Евгений Халецкий. Он предложил добавить к 50 официально существующим парковочным местам еще 30, воспользовавшись преимуществами действующей в Наукограде муниципальной программы. Почему за парковки вообще зацепились? Во-первых, актуальная тема для вас, не для меня, для вас, для жителей. Мы это проводили не одно собрание, вы сами говорили, парковки нужны. Во-вторых, сегодня действуют программы, когда вы оплачиваете работы по организации экопарковок, а администрация бесплатно предоставляет материал строителей. Следующий наш шаг к тому, чтобы запретить уже парковаться на газонах и тротуарах. На следующий год уже где-то ограждение ставим, где-то бордюр высокий и так далее, и так далее. Абсолютно все жители согласны с тем, что парковку на тротуарах и в зеленых зонах необходимо запретить. А для этого необходимо увеличить количество парковочных мест. Но есть и другая сторона медали. Детская площадка была. Дети могли играть и в футбол, и в волейбол, и в теннис. Сейчас нам на эту площадку поставили дом жилой. Естественно, площадь уменьшилась. И теперь еще забирается с этих зеленых участков место под автостоянки. К тому же жители беспокоят дым из выхлопных труб, которые попадают в квартиры первых и вторых этажей. И то, что водители порой паркуются на газонах. Да, если машина стоит 500-700 тысяч, ее красавицу надо куда-то поставить. Но если человек, хозяин машины, нашел деньги на машину, значит он может найти деньги и на стоянку этой машины. А у нас платных стоянок очень много. К тому же не у всех жильцов дома есть автомобили. А собирать деньги будут со всех, без учета этого обстоятельства. Вопрос, что все-таки более необходимо, дополнительные парковочные места или зеленые насаждения, пока остался открытым. Решение будет принято после подсчета подписей, которые будут собирать со всех жителей дома, в поддержку того или иного решения.